Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. За чат-ботами будущее. Интернета, который мы знали, скоро не будет. И так далее и тому подобное. Если не верите, посмотрите интервью, которое я брал у российского разработчика лазеров, роботов и чат-ботов. Ссылка в описании. Может все и не совсем так, но у чат-ботов точно очень высокий потенциал. Особенно у голосовых чат-ботов. И следом за появлением Алисы, Яндекс предоставил возможность всем желающим размещать на своей платформе собственных персонифицированных чат-ботов. Интересно крайне. Как это выглядит? Примерно вот так. Вы говорите Алисе, например. Алиса, запусти навык Сбербанк. Запускаю. Хотите узнать что-то про деятельность Сбербанка? Просто задайте интересующий вас вопрос. И с вами начинает общаться уже не Алиса, а чат-бот, разработанный Сбербанком. Как это? Да просто Яндекс открыл API Алисы, вы можете использовать ее как мост между пользователем и своим чат-ботом. Это естественно не ноу-хау Яндекса. Google сделал это давно, но он все еще не поддерживает русскоязычных чат-ботов. Ну или может быть можно это как-то устроить, если вы крутой программист. С Алисой, кстати, тоже все не так просто. У нее нет пакетных решений для разработки чат-бота. И она предлагает использовать Python или Node. Ну и вообще тут все завязано на программировании. А нас, естественно, интересует возможность сделать чат-бота, не обладая специальными навыками. И тут Google нам в помощь. Не в смысле, что нужно погуглить, а в смысле, что у Google есть решение. Диалог Flow. Я уже рассказывал о том, как сделать чат-бота в диалог Flow. Ссылка есть в описании. Тогда я говорил, что потенциально это голосовой чат-бот. Просто его некуда впихнуть. Теперь нашлось такое место, осталось только понять, как это сделать. Прямой интеграции, естественно, нет. Если вы программист, вы можете поколдовать с API. Но если вы далеки от программирования, нужно найти готовое решение, которое кто-то придумал до вас. И такое решение есть. Сайт dialogflower.com. Я глубоко не копал, но насколько я понял, Dialogflower делала команда Just AI, которая специализируется на разработке чат-ботов и алгоритмах распознавания речи. У нее есть даже свой конструктор, и мы его, возможно, впоследствии разберем. Но сейчас вернемся к dialogflower.com и посмотрим, как можно впихнуть Google в Яндекс. Да вообще элементарно. Три шага. Два из них мы уже сделали. А именно создали голосового чат-бота. Еще раз, ссылка на то, как это делать, есть в описании. Соответственно, теперь нам остается только нажать вот на эту шестеренку и найти Client Access Token. Вот он. Теперь его нужно вставить в Dialogflower, и мы получаем Webhook URL. Фактически мы уже имеем голосового чат-бота, готового к публикации в навыках Алисы. Поэтому переходим в Яндекс.Диалоги и заполняем нехитрые поля. Важным полем является активационное имя. Это фраза, по которой ваш чат-бот будут вызывать в Алисе. Полное словосочетание навсегда закрепится за вами. Но у меня все просто. Я хочу сделать чат-бот по своим скринкастам. Поэтому... Хотя даже не так. Мы лучше даже падежи поменяем для опущей достоверности. Вот так. И сюда мы вставляем Webhook URL. Из окна Dialogflower. Все. Теперь еще информация для каталога. Описание. Ну сейчас я заполню, надо подумать. Вот. И иконка. Все. Сохранить. Кстати, Dialogflow перешел на вторую версию API и предлагает пользователям также на нее перейти. Так вот, не переходите пока. Новую версию Dialogflower пока не поддерживает и здесь выскочит ошибка. Но у нас ошибок нет, мы на прежней версии идем тестировать наш чат-бот. Короткая переписка говорит нам о том, что чат-бот Яндекс подхватил. Все нормально. Пока он почти ничего не умеет, кроме ответов на стандартные вопросы. Но я вам обещаю, заняться его наполнением и превратить в полноценный гид по своим скринкастам. Надеюсь, вещь получится полезная. А мы тем временем отправляем бот на модерацию. Пока он пустой, я не уверен, что модерацию он пройдет. Но если через три дня, то есть 19 сентября, вы запросите у Алисы запустить чат с Вовой Ломовым и услышите в ответ «Привет, землянин», значит чат-бот опубликован и я всегда буду под рукой. А если не услышите, то спросите позже. Рано или поздно я его опубликую и у вас всегда будет возможность обратиться ко мне напрямую с каким-нибудь вопросом. Например, как опубликовать навык Валисе. Все любите друг друга, заходите поболтать. Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересного, задавайте вопросы, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»! ПОДПИШИСЬ!